Я приветствую подписчиков и новых зрителей на канале Видеомонтажник. Сегодня мы научимся объединять два или более изображений в одно, делая между ними плавный переход. Сделаем это двумя способами. Причем оба этих способа вы вряд ли найдете в интернете. Хотя может быть я ошибаюсь, но я мельком взглянул на уроки по данной теме и увидел какие-то замудренные с использованием масок, выделения и так далее. И раз уж я затронул эту тему, нужно сказать, что способов сделать плавный переход между фотографиями несколько. Я же вам, как моим зрителям и подписчикам, покажу самые лучшие. Лучшие, потому что самые быстрые и удобные. А по качеству никакой разницы между всеми этими способами нет. Для начала создадим проект нужного нам размера. Например, Full HD 1920х1080. Я специально для наглядности выбрал фотографии размера, не соответствующего нашему проекту. Откроем их как слои. Передвинем в нужное место. При необходимости масштабируем. Передвинем в нужное место. В нашем проекте девушка будет вспоминать незабываемый отдых на море. На одном изображении ключевой элемент будет слева, в нашем случае это девушка, на другом справа. Ну или можете расположить одну картинку вверху, другую внизу или вообще по углам. Это как вам захочется. Фотография девушки в нашем случае должна быть верхним слоем. Так как ее правую часть, где находится звезда, мы сделаем прозрачной. Верхнее изображение должно иметь альфа-канал. Для тех, кто не знает, это параметр, отвечающий за прозрачность. На панели слоев нажимаем правой кнопкой мыши «Добавить альфа-канал». Если данная кнопка не активна, значит альфа-канал на данном изображении уже имеется. Данный проект мы будем использовать для обоих способов. Поэтому до этого момента алгоритм действий у нас одинаковый. Мы же переходим к первому способу. Он вообще дурацкий в том плане, что вряд ли кто его вам посоветует именно для данной цели. Но я им зачастую пользуюсь для создания своих превью. Главное его достоинство – он суперпростой, супербыстрый, а в некоторых случаях гораздо более удобный, чем остальные. Сейчас поймете почему. Выбираем инструмент «Ластик». Задаем ему форму с размытыми краями. Далее размер. Он должен быть большой. Можно задать цифровое значение. А вот значение жесткости, наоборот, должно быть маленьким. Этими двумя параметрами мы как раз задаем условие, что переход между изображениями будет очень плавный. Все, стираем ненужное. Происходит чудо. И вы, наверное, поняли фишечку удобства данного способа, о которой я говорил. Мы можем задать переход какой угодно формы, в каком угодном месте. Причем здесь не требуется ровных точных движений. Даже если вы будете делать это с похмелья трясущимися руками, все равно получится четко. Второй способ. Отменим предыдущие изменения. В фотографии на верхнем слое у нас также должен быть добавлен альфа-канал. Далее выбираем инструменты, рисование, градиент. У нас загорелась панель настройки градиента. Градиенту у меня посвящен отдельный видеоурок, если так можно выразиться, из категории фундаментальных инструментов гимпа. И при желании вы можете его посмотреть. Сегодня же у нас такое прикладное использование данной функции. Это в порядке информации. А мы возвращаемся от рекламы моего канала к панели настройки градиента. Здесь выбираем основной в прозрачный. И фирменное блюдо от шефа. Поднимаемся выше, в раздел режим. И здесь выбираем режим ластик. Обращаемся к нашей фотографии. И в нужном месте создаем полоску из градиента. У вас может получиться вот так. Тогда щелкаем вот здесь, меняя сторонами основной и прозрачный. В нашем случае она будет горизонтальной. Но при желании мы можем ее двигать и изменять направление градиента. Кроме того, мы можем настроить длину этого нашего перехода между изображениями. И это еще не все. В отличие от других, технически более сложных способов, так как мы работаем с инструментом градиент, мы можем настроить и сам переход. То есть сделать исчезновение неравномерным. А более резким с одного края и более плавным с другого. Все, работа завершена. Переходим в экспортировать и сохраняем изображение в нужном нам расширении. Например, в популярном JPEG. Не забывайте, что мы выставили режим ластик. Редактор его запомнил и в следующий раз предложат нам именно его. Поэтому можете сразу, чтобы потом не искать в чем проблема, вернуть его на нормальный. Также хочу сказать, если вы хотя бы изредка занимаетесь цифровой обработкой изображений, загляните в плейлист GIMP на моем канале. Там я почти уверен, вы найдете что-то полезное и интересное. Ну и конечно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии нашего сериала под названием GIMP жестокий убийца платных графических редакторов. А у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok